всем добра на это снова анда и продолжение с крепостью походив погуляв по делу всякие дела и вернувшись к идее террас которые окружают арену прям кругами я решила это дело усугубить насчет кузнецы вообще непонятно может я ее включу вот в этот комплекс и солью их вместе пока я ее уберу вообще мне хочется сейчас эти круги сделать гораздо более заметными и вообще этому ритму подчинить практически всю картинку во всяком случае попробовать потому как я думаю что это интересно вот этот прыщ надо убрать над ареной будет какое-то такое вот сооружение вот она над ней тут нависает мне этот прыщ мешал потому что мне нужно будет вот это движение обязательно не потерять и сейчас вообще я планирую все тут довольно жестко так попереставлять ну и убедиться в том хорошо это либо уже совсем плохо все 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 объекты здесь будут подчинены вот этому вот вращению с другой стороны не надо терять того что вот этот вот центральный чувак он самый главный поэтому надо сейчас будет очень внимательно посмотреть на это все так перспективка потому что получается что картинка типа в очередной раз ни о чем то есть вроде как есть какое-то вращение но он доделан вроде как есть какие-то фокусные объекты но они как-то особо и не фокусе поэтому я вот выбрала вот эту вот вот арену как центральный элемент сейчас я посмотрю как у меня тут будет это все дело с тенями потому что свет мы помним откуда там идет примерно хотя и насколько она не будет мешать воспринимать этого быка как нечто очень важное то есть вот если я сейчас вот здесь вот забубени дорожку здесь типа получается клёво в смысле того что здесь есть вход весь этот комплекс это в общем неплохо наверное это будет что-то вот такое то есть совсем усугублять и все тут закручивать этими спиралями я не стану дороженькой не должна потеряться вот она тут вокруг этого всего идет все это она поддерживает здесь не нужны наверное эти стены никакие эти две башни окей здесь в общем то вот эта стена то и не нужно и кстати еще трудно будет понять вообще стена лет с освещением надо очень внимательно поработать что показать какие здесь где наклоны вот эта штука сразу будет выделена кузница эта штука мне в принципе нравится и идея включить кузницу в нее она мне кажется удачной надо сейчас подумать вот эти непонятные флаги еще посмотрим насколько я могу и увеличить чтобы она не спорила нет так уже не могу я ее скорее могу немножко расширить чтобы она не спорила вот с этой она все равно в подчинении так если в перспективку уронить примерно так и то что это кузница то что это кузница нам должно рассказать что ступени к ней могут вести широкий кэш не такие они будут огромные в гораздо меньше ступени хочется сделать иначе 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 ну ладно такой забавный общем способ делать ступени конечно надо чего не сделаешь ради ступеней тем паче что конечно потом я их опять богу на все стороны гнуть ну пусть будут в общем они довольно дешево получились завалить перспективу опять же возвращаясь к теме о том как мозг чего воспринимает вот они тут ступени лежат и уже как-то думаешь о них это кузницы к черту барабаны наверное это будут две трубы во первых это нам сообщит о том что такие продвинутые ворки во вторых это намекнет на их такую деятельную природу во всяком случае пока вот сейчас поскольку я решаю эту задачу пока пусть будет так при том что она да но в перспективе в перспективе но она имеет еще и собственный поворот да с другой стороны то что у них тут изобилие кузнец может говорить так немножечко не в их пользу типа того какие-то гномы надо подумать о гномах подумать так но сейчас я пытаюсь их просто поставить перспективу вот это вот надо все поубирать конечно так дым этот висит тут такой без хозяин вот так и мне больше нравится сама вся вот эта система нравится мне значительно больше когда она все организовано вокруг этой арены это ну тут такое главное размышляю о том не нужно ли вообще отказаться от кузницы пока слоняюсь по картинке что-то делаю другое вопрос большой так свет оттуда сюда здесь освещено тут не освещено дорожка этот поворот можно сугубить да насчет вот этого здания здесь я совсем не уверена но без него будет вообще гола и не уютно возможно стоит продумать какую-то цель для которой нужно будет еще одно здание пока ее нет так здесь светлее так здесь наклонен темнею там они плавно сходится так подъем поворот и я все еще не уверена и все еще размышляю и пока просто строю пространстве здесь пространстве вот вокруг арены пространстве построилась вообще отлично конечно на данном этапе она меня успокаивает тем что я вижу что он все нормально то здесь я хочу наклон внутрь так это какая-то грязь осталась да нет в общем пожалуй не очень они мешают если здесь добавить еще каких-нибудь штучек намекающих на какие-нибудь сооружения так там перспективы уже совсем крутая ну ка вернуть ее мне навести нести перспективку тут скалы понятный день здесь набросать еще каменьев и здесь тоже как снять главенствующую роль у какого-либо объекта его можно повторить рога мне разонравились они похожи на какие-то ручки чайников а вот эти вот когла и купола я сейчас просто повторяю причем не надо его укреплять вот этой вот такой трин-тин-тин-тин-тин-тин-тин лесенкой наоборот сейчас мы его внесем тут немножко бардачности во всяком случае попробуем там все конечно воздушно перспективно сокращается в смысле она не будет таким черным нет 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 этот объект слился со скалой свет оттуда скала темнее объект светлее вообще чтобы они там слипались этого лучше избежать вот небольшую паузу сделать будет уже получше и не таким черным и вообще помойте руки ооо чё то такое отсюда свет это здание стоит полукругом допустим тут еще какие-то сооружения либо это одно уже посмотрим там лучше этот ритм укрепить так и вот это вот круглую башенку где-нибудь еще повторнуть и она уже не будет так привлекать внимание такой типу комплекс из двух частей мы опять собственно видим то с чего я начинал немножечко пусть будут таки разные здесь пока не знаю что такое тут вот эти вот штуки мне нравится так они соединены мостом чтобы это увидеть мне нужен здесь пробел чуть почистить лестница привлекает много внимания так хорошо понять что это от этого сразу можно будет какие-то функции тут продумать так чё с перспективой здесь арена это супер понятно так вот такая перспектива здесь тут она немножечко изменяется тут она немножечко изменяется ну да если там кто-то живет значит здесь вот я еще хотела пока оставим их все равно еще не знаю что с ними делать тут у меня мысль была следующая вот это круговое движение здесь сильное хорошо она там так ворот пока снесем она там продолжается большие большие ритма меня интересует первую очередь а быка я хочу взять за рога ну так разместить его практически типа так над ареной да 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 эти колья потом поставим все будет ок это от быка осталось тона тона по освещению потом прочтем это я все сделаю бычок сам должен быть побольше он главный вот настолько примерно главный и сейчас он смотрит куда-то типа туда а я хочу чтобы он смотрел на арену это трудно потому что он здесь будет силуэтом но куда ждеваться так тут у него этот горб такой заметный он там практически горизонтален насколько я помню да там как раз горизонталь поэтому с рогами будет проблема ну плюс минус вот так то есть когда там на арене у них происходят всякие ритуалы и трам пам пам они видят с арены очень хорошо возвышающегося над всей этой вообще композиции огромного быка их пробирает и они клево сражаются там какие-то лесенки 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 там тоже надо будет напустить хаоса по форме потому что сейчас пока это слишком так сосисушно можно не забыть вот опять же концентрические круги эти там тем более дорожку можно будет интересно как-нибудь понаправлять ворота с рогами наверное будут стоять здесь как мне кажется сейчас посмотрим тут всегда с композой проблемы начинаются чуть-чуть один элемент переставил и все побегло-побегло куда-то не туда так это продолжение концентрических кругов к этой вот башенке еще эту башенку тоже надо придумать так оно там не спорит особо не отвлекает с этими квадратами но там воссоединяется благополучно так тут тоже какие-то незначительные постройки флаги флаги во всяком случае под них заготовки здесь тоже флаги флаги что вот это вот за такое я не знаю это меня смущает так здесь я еще что-то на приращивала это кстати не очень хорошо тут уже комплекс этот начинается который форт вот так что я могу сделать так это вот эту всю вот эту всю шнягу малость сдвинуть просто вот так оно будет продолжать мне концентрические мои круги любимые никуда они не уйдут в то же время бардака поменьшится где там там перспектива один и второй здесь дорожка класс вот это хорошо так что я здесь вижу так что я здесь вижу так это значит ворота это какие-то постройки они круглые круглые так перестала я знать что я хотелось сделать от этого печаль меня окружила здесь постройки делают значит такую арочку этот дом мне не нравится на терапию все скатывается вниз здесь терраски а А это стена. То есть теперь вот этот вот прыщ стал главным. Это хорошо. Ну, кстати говоря, насчёт того, насколько это хорошо, мы сейчас заценим. Вот оно было такое. Вот оно стало такое. Ну, вообще оба варианта имеют право на существование, потому что здесь разнообразнее вот эта часть, и здесь хорошо стоят ворота. Здесь круглая арена, конечно, главенствует. Но сказать, чтобы я была прямо от этого в восторге, наверное, нет. Эксперимент не удался. То есть, да, я считаю, что, в принципе, это нормально. Вот я 23 минуты решала определённую задачу, и результат её решения мне не нравится. Я смотрю и понимаю, что вот это вот с этим никак не взаимодействует. Здесь это лучше, потому что здесь нет фокуса вот на этой вот плюхе. То есть, здесь, уж если так, то, наверное, я бы сделала... Ну, кстати, в этом тоже что-то есть. Сейчас, допустим, это вот будет тут. Как элемент... Эти ворота там отменяются. И ничего вот этого там тоже нет. Почему бы, собственно говоря, и... То есть, там, может быть, что-то такое и есть. Какая-нибудь башня ещё там. Какие-то ещё укрепления. Где-то там кто-то что-то, может, живёт. Вокруг всей этой арены. То есть, такой вариант тоже хороший. Здесь нормальные ритмы, здесь всё ок. Но... Мне хотелось показать путь на возвышение. И это здесь определённо лучше. Окей. То есть, шо? Вариант не признан неудачным. Тогда я укрепляю всё остальное, что тут есть. Вот, например, вот эти торчащие скалы. Здесь я набросала какого-то шума, типа, цвета с предыдущих всяких картинок. Это потом надо будет всё поприбирать, естественно. Но в целом... Так, свет оттуда сюда. В целом просто мне хочется тона побогаче. Причём, чтобы этот богатый тон всё-таки был обоснован. Не просто потому, что это клёво, много цветов там. И всё весело. То есть, вот тут вот я смотрю. Вот эти вот цвета, они обусловлены, например, вот этим прудом. И они там и здесь повторяются, чтобы его поддержать. То есть, это не просто так накиданные какие-то куски цвета. Здесь я бы хотела похожий эффект. Теперь, чтобы за эти концентрические круги... Окей, да, всё нормально. Здесь я их поддержу, так и быть. Это скалы. Они там в тени. Тень у нас скорее холодная. Значит, это я укрепляю вот этот трын-трын-трын. Лучше пусть так. То есть, я посмотрела другой вариант, он мне не понравился. Это я, значит, дороженьку тут навожу. Читаю, кто у меня в какие тут стороны наклонён. То есть, этот склон скорее смотрит туда. Здесь света больше, потому что он смотрит скорее ближе к зрителю. Там оно такое нейтральненькое. Здесь какие-то отдельные куски тона у меня висят. Их можно тоже будет использовать. Типа отдельный кусочек скалы. Как-нибудь его тут так повыделять слегка. Просто, чтобы запомнить. Да, этот вариант мне нравится гораздо больше. И насчёт вот этого комплекса я всё ещё в непонятках. Но его надо тут оставить. Сейчас мне хочется его там оставить. Чтобы что, пока непонятно. Вспоминая храм неба. Так, кузница прикольней, наверное, низкая и широкая. А вот эта башня, наверное, прикольней будет высокой и тощей. Должен быть контраст. Тогда эти две... Эти два, как сказать, участника композиции имеют все шансы контрастировать друг с другом. И за счёт этого не сливаться. Широкая, круглая, значит... Кузница. Может быть, чуть шире и чуть круглее. В перспективе. То, что она будет двухэтажная, хотелось бы оставить. Тут более открытое. Там какие-нибудь... Не знаю, колонны сделать. И это потом. Это всё потом. И вот эти башни, скорее, тощие и высокие. Собрать... Пусть их может даже будет две. Тощие и высокие. Ещё более тощие. Вот. Три... Получается элемента. Может быть, и многовато. А может быть, и ничего. В смысле, три элемента первого плана, три элемента религиозных сооружений. Кузница. Башни. Башни имеют, наверное, такой философский, в общем, смысл достаточно. Так, это что это? Скорее всего, будет лучше... Открытая площадка. Нежели чем какая-то там крыша или что-то такое. Это какие-то башни. Квадратные в основе. Если мы договорились, что квадратные, это скорее военные сооружения. То нехай там будут барабаны. Сейчас под них надо сделать... Площадочки. Не знаю, как лучше решить, потому что непонятно, что же там такое стоит-то. Вот этот вот шум надо убрать. Тут что, вот прям это прям барабаны? Пока не верится. Сигнальная башня в Пекине. По-моему, она называлась Сигнальная башня. Можно посмотреть, как сделать барабаны более читаемыми. Сигнальная башня в Пекине. Наверное, сигнальная. Ай. Ну вот да, вот эта вот штука. Это вообще что такое-то? Вот они стоят барабаны, снизу их почти не видно. Вот это. А, ну да, башня барабанов. Они там такие просто огромные барабаны. Ничего мне это не подсказывает, честно говоря. Барабанная башня. Ну ладно, все-таки барабанная башня. И вот если смотреть на нее снизу, с большого расстояния, то ни черта не понятно, что там барабаны. Вообще есть они там или нет. Хорошо. Так, пока он не разрешает сохраниться, надо сохраниться. Хорошо в том смысле, что я сделаю просто отдельные башни и на этом успокоюсь. Так. Хочу резко начать сначала. Потому что все это здесь весь этот бардак меня расстраивает. Узкие башни. Узкие. Узкие. Я сказала. Так, там эта кузница. Расширенная. Суженный и расширенный. Так. Это лишний. Много шума. Не надо. Весь этот компол вообще не в перспективе. Так. Рога пока мешают скорее. Это вообще бардак. Так, вот эти башни. Башни не должны мешать восприятию трубы. Труба должна быть другим ритмом сделана. Пусть будет пошире. А башни пусть будут побордачнее, поуже и на них будет много всяких каких-то кольев, не знаю, крыш, каких-нибудь таких штук. Такого, в общем, беспорядок. Такого, в общем, беспорядка. Главный вход в башню. Полная неудача. Так, это у меня продолжается вот этот ритм там где-то издалека. Сюда выступает башня. Какой-нибудь хороший вход в нее, конечно, нужен. Что у меня есть в основном дизайне. Такого позитивного есть вот эти две ноги. И, в общем-то, ничего конкретного. Так, свет отсюда. Отсюда свет. Здесь темно. Здесь скорее светло, причем с синим. Туда уходит дорожка. Тут что-нибудь такое. А, тут не что-нибудь такое, а тут флаги эти красные. Опять же, пусть пока шумят. Они там вообще-то везде. Вот они и здесь должны быть как-нибудь так и поинтереснее. Они и тут должны все висеть. Вообще, все тут украшать собой. Как-нибудь вот так. Они же и здесь. Теперь вот эта штука мне не нравится вообще вся целиком. И я все еще не придумала. А что же тут такое, мать его, будет? Какой-то цилиндр. Что? Что это может быть? Башня, где живет монах. Нахрена она ему? Можно здесь жить? Кузница. Какие еще сооружения могут прийти мне в голову? Так, отвлечемся. Освещение. Том. Наклон поверхности. Тра-ла-ла-ла-ла. Так, эта тень. На дорожке. Здесь светлее, тут темнее. Здесь обратно светлее. Это обрыв или стена? Вообще, конечно, обрыв-то интереснее. Но зачем тогда тут стены? Да, вот это вот сооружение для меня является загадкой. Оно мне нужно по композиции, я считаю. Так. Наверное, пока. Так, как основу все хорошо. Сделаю-ка я здесь склады. Кузница. Это важно. Значит, у нас тут будут кругленькие такие домички. Несколько. Вход этот потом как-нибудь придумается. Перспектива. Я что подумала? Кузнец. Что-то он там делает целыми днями. Ему нужны, как минимум, дрова. Место, чтобы сложить то, что он там налепил. То есть, какие-то такие вот склады. Причем, это склады важные. Поскольку кузнец это чертовски важная штука. И такой огромный комплекс поддерживать, в общем, в порядке, это немало. Так, поэтому, пожалуй, здесь будут какие-то такие зданицы. Так, там обрыв. Значит, здесь посветлее. Так, какой-то вход во все это. Может быть, даже несколько входов. Если их разделить по силуэтам, что получится. Ну, допустим, пара башенок таких. Или, может быть, даже три. Тот слишком крупный. Мне нужно, чтобы кузница была главной. Она должна быть массивной. И важной. Значит, верхний ярус, это для чего-то попроще. А в нижнем ярусе жар держится, по идее. Если там не проветривается, то он держится там сильнее. Там, правда, выживать трудно. Наверное, нужно почитать по кузнечному делу какие-нибудь прикольные штуки. Чтобы не брать это все из головы и не пытаться размышлять об этом так. Типа я аж в Скайриме на кузнице играл. Там что-то яковал. А знать, что это такое вообще кузница. Не знаю, может, две трубы есть. Нет, две трубы не пойдет. Это просто, короче, верхняя и нижняя. С верхней вот сюда можно спуститься. Так, у меня вот такие люди. Такая кузница. А, ну во, 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 во. Тын, тын. Вот такие типы штуки. И она такая, да, скругленная. Здесь круг. Это главный элемент дизайна. Ну, приблизительно. Так, здесь, значит, склады под это дело. Опять же, там можно побольше бардака какого-нибудь. Но при этом должны читаться отдельные издания. Так, плоскости вот эти обращены к небу яркие. Так, сколько времени? Шум. Пусть они там где-то имеют в своей основе круг. Хотя строить круг так себе не очень удобно. Прямоугольник в этом плане, конечно, рулит. Эта башня здесь, по-моему, не нужна. Можно сделать что-то чисто условное такое. Может, там каких-нибудь тоже опять-таки флагов наставить. Так. Значит, чё я сразу хочу? Эту кузницу ещё увеличить. А башню ещё уменьшить. Не должна она спорить. Обожди-ка. Может быть, надо ограничиться только уменьшением башен. И вот этих всех. Ну да. И... Есть ещё такая шикарная вещь, как просто домик. Просто домик. Без каких-либо непонятных там целей. В смысле, что там просто кто-то живёт. Не знаю, вот... Кузнец. Чувак, который ему помогает. Рабы. В конце концов. Тоже должно где-то жить. То есть... Наверное, может быть, это по неопытности. Но я считаю, что вот... Сейчас пока вот прям заморачиваться на дизайне всего. Наверное... Я тогда не решу какую-нибудь ещё задачу. То есть, пусть... Где-то могут встречаться и просто домики. Вот этот комплекс весь он такой. В общем. В этом ключе. Какие-то башни там могут быть отдельные. Хотя нафига они нужны. Здесь видно всё это дело. Охранные функции можно срешать вот отсюда. Не должно быть их много, потому что здесь вот... Вот тут вокруг стоит, собственно, крепость. И большая часть охранных функций выполняется крепостью. Так, свет отсюда туда. Здесь потемнее, там посветлее. Примерно. Так. Тут дорожки эти. Здесь какие-то общие башни. Так. Вот эта башня, по-моему, не в перспективе сейчас. Сейчас у меня задача это всё. Сделать такого качества, чтобы мне хватило на... Ну да. На детальную проработку. То есть вот у меня там осталось типа минут 20. И я хочу сейчас наставить тут каких-нибудь форм невысоких. Нет, нет, нет. А таких... Чтобы когда я приду сюда там завтра или когда-то сегодня вечером, я смогла спокойненько начать детализировать. Наставить тут этих флагов каких-то. Что это они тут ветер улавливают? Я не знаю. Пока похоже на Пруса. Бог с ним. То есть что-то, какие-то задачи я ещё буду решать в процессе детализации. Но в основном мне тут должно быть всё понятно. Вот эти склады и просто домики. Они здесь работают. Вот. Пока мне так кажется. Жесть. В общем, всё нормально. Эта башня скорее для обзора. Там где-то пожар, например. Арена. Вокруг неё эти тут тоже склады и здания и всё прочее. И где-то там тоже рабы живут или я не знаю, кто ещё. Арена потом будет детальней. Именно она. Так. Эти рога мне вообще исключительно нравятся. Бычок там пусть стоит. Он никому не мешает. И свою функцию он, я считаю, держит. Единственное, что сейчас, посмотрев на миниатюру, я пришла к тому, что вот этого слишком много. Так. Встань-ка на место. Оно слишком крутое. А ведь оно же находится далековато. и перспективку тут можно как раз-таки поддержать этим сокращением. Тут вода уже. Это всё внизу вообще там скалы и река. вот это может быть и скучновато, но мне кажется, что оно здесь должно быть такое. просто обрыв с направляющим вверх. Здесь этот ритм светлый не должен прерываться, чтобы держать этот зигзаг. так, тут склон, тут подъём, тут вниз. Тут ещё какие-то кусманчики. Здесь терраски. Где-то терраски поросли травой, где-то их расчистили. здесь вот это я бы чуток подограничила, чтобы оно с ареной не спорило. Арену, саму арену я думаю, можно чуть увеличить. Во! Вот этого у меня зрительно не хватало. Чё с перспективой? Ну, более-менее лежит. Тут, конечно, будет много-много фланов. Ну, типа так. Так, эти здесь повторяются нормально, но особенно большими их делать не надо. так, возле кузницы флагов вообще не должно быть. Тут что-нибудь такое пока не особо важно. Цвет только какой-то дурацкий сразу. Ну, вот они скорее такие. Так, тут тоже что-нибудь может быть. Ты так идёшь туда, вот, и всё это вдоль дороги ты видишь. это хорошо. Это хорошо. Так, там на дорожке может быть немножечко прохладных рефлексов. Настолько, наверное. Там она обходит арену, это должно быть понятно. Там она из-за неё показывается. Плюс-меньш, так. Здесь склон, там он поднимается, тут он опускается. Здесь в основном наклон в сторону освещения. Так, здесь наклон очень в сторону освещения здесь наоборот. Освещения чуть меньше. Вот это получается ярче, чем это, что нехорошо. А ну, что там вдалеке такого контраста там быть не может, значит, так ярко не надо. Так, там дорожечку тоже можно будет ритмами побить, но надо смотреть, какие ритмы внутри. Так, вот эти две штуки в принципе неплохие. Могут они здесь так быть и можно не очень вдаваясь в подробности повторить тот же ритм. Это нормально. Здесь его повторять не надо, здесь раз свои рога пусть висят. перспектива. Здесь почистить. вот так, пожалуй. здесь где-то я находила у себя кузницы. Где-то были кузницы прикольные. такие уличные. Это вот скорее помещение. Что-то вот такое это тоже помещение. Короче, вопрос кузницы надо будет тщательнее изучить. Вот это более открытое. чтобы сразу было понятно, что это не просто там блины пекут в больших количествах, а что там действительно что-то куют. Это всегда задачка во всяких таких казуалках и браузерках у тебя очень мало пикселей, тебе надо показать кузницу. Что ты будешь делать? Так, свет оттуда сюда, да там рефлексы, все окей. У вас есть 100 пикселей, что вы будете делать? Так, это я уже начинаю рендерить скалу, это сейчас не надо делать. Я хотела просто отбить план с кузницей от плана вот того заднего. Там вообще будет мало деталей. И контрастов там будет мало. Ну, вот, плюс-минус так. Здесь все аккуратненько так срезано, там все еще чуть более аккуратненько должно быть даже. Хотя вот эти вот там зубья пусть торчат. тут еще бледнее будет. Уж с белым то контраст всегда можно будет хорошо сделать вот так. Но может переборщила вот эти последние ненужные. Во. Все. Здесь на этом надо остановиться. так. Скалы здесь домы окей. Эти домы можно сейчас натыкать детальками. Взяв их обратно таки отсюда наверное. Нет соседние. там было лучше. Нет. Вот это. О. Там они довольно-таки в резком ракурсе и мне нужны читаемые штуки. как они там стоят. Ну да. Сейчас мы их сделаем читаемыми вот сюда. как родные. Отлично. Вот они такие там человечки. Вот они там на арене сражаются. Здесь пустовато, но пока я склонна так оставить. Здесь я вот глядя на миниатюрку решила, что вот тут мне ритм не нравится. тут можно так зарещить слегка, чтобы продолжало читаться вот это направление. Тут тоже можно так подсобрать. Во. Тут я понимаю, что тень. Да, там тонами будет интересно поработать. Так, теперь у меня adjustment layer-то сохранился. Но в принципе вот эта часть вот здесь немножко бардашна. Здесь бардашна вот этими вот когтями. А здесь не хватает наоборот черноты. там с этими отдельными кусманчиками потом можно будет глянуть. Во. Во. Так лучше. Во-во-во-во-во-во. Вот на этом то я сейчас и остановлюсь. Вот вот так вот. Так, я смотрю есть ли вопросы. Нет вопроса. В таком случае примерно с утра я буду ждать вас завтра. Все это записывается. Сейчас эту запись я буду класть на YouTube. Всем спасибо за внимание. Увидимся.